Приветствую вас! Конечно, очень жаль, что вы не говорите о том, в каком контексте мужчина указывает вам на то, что вы во сне называете имя другого мужчины и, соответственно, называете его любимым. Вот, очень жаль, что вы не пишете о том, в каком контексте он это говорит вам, то есть, либо он предъявляет вам, обвиняет вас, либо просто понимает, что у вас, ну, что у вас могут быть определенные проблемы и хочет вас поддержать, а может быть, есть еще какой-то, или еще какие-то моменты есть. Вот, мне кажется, что здесь, конечно, желательно было все-таки определить вот эти аспекты и понять, собственно, контекст, потому что одно дело, если это контекст обвинительный, вот, и совсем другое дело, если это контекст все-таки, ну, такой более безобидный. Вот, значит, ну что, вы, возможно, сохраняете обиду своего бывшего мужчины, вот, сохраняете обиду. Возможно, возможно, у вас к нему все-таки чувства еще осталось, вот, ну, потому что, если бы он не завел вашу семью, вот, какой-то такой негатив, да, то, я так понимаю, что, вы были бы вместе еще, вот, то есть мне, конечно, почему-то, что именно это является основой для того, что вы называете его любимым. Вот, может быть, и другая история, например, что вы не привыкли к своему настоящему молодому человеку и интуитивно обращаетесь к нему, да, вот, по привычке называете имя другого. Вот, то есть тут, конечно, нужно делать анализ отношений ваших бывших мужчин, бывших мужчин, вот, чтобы понять, как вы с ним относились, что он для вас значил и так далее. Вот, но, конечно, совершенно очевидно, что ваш нынешний молодой человек, он, конечно, скажем так, беспокоится по этому поводу, вот. И, как правильно сказал мой коллега, что между вами нет доверия, то есть вы чувствуете себя виноватым, ну, вот, мужчина, соответственно, чувствует себя неуверенным, ну, возможно, именно из-за того, что вы называете во сне другого мужчину, вот. И здесь, конечно, можно задать вопрос, да, насколько ваши отношения доверительны, непринужденные, понятные, вам обоим, вот, насколько свободно вы чувствуете себя в них, в этих отношениях, вот. И чувствуете ли вообще, потому что, ну, вот есть у меня такое ощущение, да, есть у меня такое чувство, что, ну, что нет, что вы чувствуете себя до конца свободно, свободно в отношениях с настоящим мужчиной, вот. И, что меня на это мысль навело, сейчас скажу. Значит, первое. Так, эээ, мой нынешний мужчина во многом поддерживал на тот момент, да, то есть поддерживал. Что значит? Это значит, что вы были жертвы, а он был, соответственно, спаситель, да? Вот. Любой спаситель, рано или поздно превращается в жертву. В том смысле, что вот я тебя спасал, я тебя спасал, да? Вот. Теперь, соответственно, давай мне всё это взамен. Вот. Это первое. И второе, то, что вы пишете, что у меня новые отношения, значит, ведь у меня уже новая счастливая жизнь другим человеком. Вот это тоже меня немножко смутил, потому что новой-то жизни не была. Вы та же. Вы та же, какой были, какой были в отношениях с предыдущим мужчиной. Вы такая же. Вы все та же. Вы не изменились совсем. Понимаете? Какая история. Вот. Изменился скорее только ваш молодой человек. И то не факт, потому что, если не изменились вы, то и вполне вероятно, вполне вероятно, что выбрать вы могли примерно такого же мужчины. То есть, если предыдущий молодой человек загнал вас в, ну, финансовые-финансовые трудности, как вы говорите, вот, то не исключено, что это связано с вашей позицией определенной в отношениях. Ну, я не знаю, в какой. Может быть, это излишне пассивная позиция, может быть, это позиция Саши Жерственная, может быть, это что-то еще. Вот. Так или иначе, так или иначе, данные аспекты нужно выяснять. Вот. Так или иначе. Верить, верить стоит. Верить стоит. Потому что во сне, ну, человек может сказать то, что, действительно, он беспокоит. Другое дело, что не всегда это интерпретируется правильно. Да. То есть, вот, вы назвали имя человека, да, назвали вы имя. И назвали их любимым. Да. Сказали два слова. Имя, да, бывшего мужчины и любимого. И где гарантия, что во сне вы говорили не о двух разных вещах. То есть, вот, есть имя этого же человека, на которого вы, например, обижены. Ну, по той или иной причине, да, сейчас не будем говорить о том, как и почему. Ну, вот. И когда вы говорите любимый, вы уже имеете ввиду своего нынешнего мужчину. Мужчину. Где гарантия, что это не так? Нет. Нет гарантии. Её быть не может. Потому что, ну, это работает вот именно так. Поэтому вы, действительно, как сказал мой коллега, посмотрите на свои отношения с нынешним мужчиной. Насколько человек уверен в себе. Насколько вы в себе уверены. Понимаете? Вот. Насколько вы истинно друг к другу относитесь. Вот. Как вы друг к другу относитесь. Свободно ли вы себя чувствуете. Вот. Вот. Это, это. Понимаете? Потому что, ещё раз повторяю, сон, сон, это нереально, ну, как бы, не высказанный во время возрастования мысли, сон. Понимаете? Вот. Воспринимать его, буквально, воспринимать его в тех вот причин, в следственных связях, которые обычно человек использует. Это неправильно. Вот. Ну, ещё раз повторю, вы не сказали главного. Да, вы не сказали главного. Контекст. Какой контекст? То есть, мужчина ваш ревнует или что? Когда он говорит об этом вам. Вы ему верите, что это? Да. Например. Вот. Понимаете? Вот так. Вот. Вот это. Так. А есть ли у него реальные, реальные основания, основания для того, чтобы, ну, переживать? Есть ли у него основания вам не доверять? Например. Допустим. Ну, допустим. Я сейчас не говорю когда о том, что это действительно так. Понимаете? Вот. А может быть, дело не в мужчине конкретном и не в вашем сне. А может быть, дело всё немножко в другом. Может быть, дело в том, как вы выбираете мужчин. Дело в том, какой именно мужчина вам нужен. Может быть, всё в этом дело. Вот. Ну и, соответственно, тогда уже понятно, на что вам нужно обратить своё внимание. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.